Приветствую вас, и знаете, первый вопрос, который мне хочется вам задать после прочтения вашего текста, это такой, а вы хоть раз мужчине давали понять, что он может вас потерять? Совсем, но всегда, вообще больше вас не увидят никогда, ну, например, хотя бы, как вариант такой, вы хоть раз давали мужчине это понять, прочувствовать, вы хоть раз помещали мужчину в зону дискомфорта, такого прямо, чтобы вот, там конкретного дискомфорта, такого прямо вот, чтобы рвучего на счастье непонятно. если так было, как проявлялось, как мужчина себя вёл. Если так не было, то опять же, почему так не было? если мужчина откровенно ведёт себя по отношению к вам довольно-таки, ну, свободно. вон так, да. То есть, ну, просто он ведёт себя с вами вот так, свободно. И ему всё устраивает. А вы, вы принимаете это, то, что его устраивает. И не обозначаете свои границы, личные границы. Ну, вот, по крайней мере, такое у меня впечатление важней. Исходя из того, что вы написали. Именно здесь, именно вот в тексте своём. Понятно? Дальше. Значит, Гуся звал, за шею пытался приобнимать, но всё как-то на этом закончилось. А как-то на этом закончилось, это как? То есть, что произошло, что было? Он что, приобнимал, 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 и потом перестал приобниматься внезапно. А вы как реагировали на это? А вы почему, например, не пошли к нему в гости? Ну, пошли бы к нему в гости? Я не знаю, там, может быть, ну, может быть, переспали бы. Если вам этого хочется. Конечно. Если вам этого хочется. Переспали бы, и в грядущем были бы ближе друг к другу. Разве нет? То есть, какая ваша позиция? Какая ваша, именно ваша позиция, она какая? В этом контексте, вот именно в этом контексте. Важный это момент? Важный момент, конечно. Дальше. Вы стали хорошими друзьями и близкими людьми. Опять, окей. Хорошими друзьями вы стали, да, близкими людьми. Тоже стали замечательными. Но вас это не устраивает, я так понимаю. И если вас это не устраивает, значит что? Нужно с этим что-то делать. Правильно? Вы с этим что-то делали? Вы как-то пытались что-то с этим сделать? Вы как-то пытались это изменить? Вы как-то показывали? Ну, например, свои личные границы с человеком. Понимаете? Вот. Дальше идем. Он мне нравится до сих пор. Ну вот, да. Он мне нравится, но при этом абсолютно ничего с ним, да. То есть, обнять себя вы ему позволяли, да. Там, допустим, ну, что-то еще делать позволяли, да. Вот. Но секса у вас не было. Вместе вы не спали. То есть, я хочу сказать, если вам нравится, как это проявлялось, что он вам нравится. Как мужчина об этом узнал бы. Дальше. Дальше. Так. Мы как-то говорили с ним на эту тему, он сказал им, что раз у него была девочка, она ему изменила, и теперь он не хочет отношений. И со мной их не будет. Ну, заявление смелое, конечно, заявление. Но, вы знаете, если честно, больше похоже на такую защитную позицию, если честно, чем на кричевание. Потому что обычно люди не говорят об этом. Ну, сами они не говорят обычно об этом. Вот. Обычно они говорят, ну, они обычно не говорят об этом. Вот. Тем более мужчины. Вот. Ему не до этого. Мужина он предпочитает держать много вещей к себе. Ну, если он, конечно, обекватный мужчина, я имею ввиду. Конечно. Вот. Вот. А ваш, он тут говорит, что вот, я, меня девочка изменила, отношения больше не хочу. Вот. Ну, согласитесь, это как-то очень напускное что-то. Вот. Вам так с ним казалось. А. Дальше. Значит, ты со мной с ним будешь? Ну, хорошо. Не будем. Как бы это его право. Это его выбор. Отлично. Если это его право и его выбор, то он действительно имеет моральное право так вот поступить. Момент здесь немножечко в другом. Вы понимаете? Какая, какая штука. Момент здесь в том, что и вы можете так же поступить. Вот. Момент здесь в том, что и вы можете сказать, дорогой, ну, как бы, ну, ты пойми, что он. У меня к тебе есть симпатия. Как бы. Вот. И что ты мне нравишься, как мужчина, мужчина. И что как с другом с тобой общаться, я не могу. И смотря как ты с другими, там, с женщинами, как-то, ну, в отношениях, я тоже не могу. Ну, тяжело мне. Как бы. Вот. Потому что я тебя все-таки, я к тебе неравнодушен. Вот. Но. Но. Я к тебе не требую ничего. Просто я не буду с тобой общаться и цел. Ну, мы к нам еще реван так поступить. Мужчина, мужчина выбрал. Мужчина сделал выбор. Сделал выбор. Сделал мужчина выбор. Было это его право? По мне, было его право. А вы почему не сделали такой выбор? Ну, это такая штука. Вы страдаете именно из-за того, что, по вашему мнению, мужчина, он должен был отреагировать на вашу позицию такую. Мол, вот, вы стали ему другом, да, вот, и он должен был там, по вашему мнению, ну, что-то еще вам дать. Или в тот момент, когда вы становились его другом, вы ожидали, что он вам, ну, что-то даст. А он недавно теперь у вас переживание по этому поводу. Вот. Что вы не получили, не получили того, что вы хотели. Ну, вот. Дальше. Значит, так. И даже перестал общаться, когда понял, что я смотрел на него не как друга, а как на молодого человека. Казалось бы. Казалось бы. В общем, логично, эм... Ну, логичный выбор. Казалось бы. Вот. А, значит, эм... Это правильно. Париц сказал. Ну, вот. Но. Тем не менее. Вы пишите сто. С того... Эм... С того... С того... Эм... С того... Эм... С того... С того... С того опять начали общаться. И у меня вопрос. Почему? Ну, на фоне чего вы общаться начали. Как вы сблизились? Далее вы пишите. Например, когда-то, когда при встрече и прощении он меня дальше не чмокает. Ну, это нормально. Потому что он свои границы определил. И... Как бы... Это приняли. Видимо. Видимо. Вот. Понимаете? В какой момент... В какой момент... В какой момент... Дальше... Значит... Так. Хотя у нас много дел, мы проводим много времени вместе и созванием. Но он вас использует. Для эмоциональной... Эм... Как бы... Для эмоциональной и духовной близости. Он вас использует. Вот. При этом, между вами нет никаких отношений. Правильно? Потому что вы о них не заявляетесь. О своих делах. Вы никак не проявляетесь в себя. Как все-таки изменить его отношения... Отношения... Ко мне? Ну, во-первых... 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 Какой мужчина... Да? То есть... Какая ему... Женщина... Эм... Нужна. Вот. Какая... Эм... Какая женская фигура рядом с ним актуальна. Вот. Покажите ему, что вы можете ему это дать. Обязательно. Без этого... Никак. Вы... Совершенно. Это с одной стороны. А... С другой стороны... Ну... Так... Постарайтесь... Показать ему, что вам приятно, а что нет. Вот. Вы говорите, что я не могу это смотреть, когда он каких-то человек с другими. Правильно. У вас к нему чувство. Вы принимаете... Эм... Его позицию. Он этим пользуется. Вам неприятно, потому что у вас другая жена. Не важно. И вам обидно. Плюс ко всему еще... У вас явно есть как-то страх. Эм... Плюс ко всему. И... Плюс ко всему... Думается мне... Эм... Есть еще неуверенность в себе. Ну, вот. Эм... Так, по крайней мере, мне... Мне... Эм... Эм... Показалось. Прямо что, ну... Иначе было... У вас... Эм... Давно... Эм... Появился бы уже... Эм... Другой... Ну, другой... Мужина. Еще один. Не говорю... Не говорю, что... Вам... Как-то нужно было... Ну, нужно было там... Знаете... Ну... Обязательно... А другого мужчину нет. Просто он бы появился... Вам... Кто-то... С кем бы вы... Ну... Как-то вот... Взаимодействовали. Более... Может быть, адекватно. Более, может быть... Ну, комфортно. Да? Где бы вы могли реализовать... Эм... Значит... Пойчет. Кроме того, вы говорите, что он вам нравится до сих пор. То есть... Вы не говорите о любви. Он говорит, что он вам нравится. И опять же этот вопрос. А... Почему... Только он... Почему только этот... Мужина? Не потому ли случайно, что он вас держит на расстоянии? Если да, то... Что, вы боитесь близких-близких отношений тогда? Или... Или что? Или что? Или что? Понимаете? Знаете... Какой... 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 Момент... Момент... Важный... Это момент. Конечно. Актуальный это момент... Момент для вас. Конечно. Значит... Дальше идем. А... Так. А... Не могу смотреть, если он когетничает с другими. Ну... Сказали. В это время нет серьезных отношений. Но пару раз были интрижки на одну ночь. И... И что? И что? Вы-то не заявляете о себе, как о... Ну... О женщине? А намеков мужчина не понимает? По факту. Ну вот. Дальше. Идем. Так. Теперь я его близкий человек и чего? А этого мало? Вам этого мало? Почему? Как мне стать его любимой девушкой? Зачем? Я знаю о нем все. Мы встречаем вместе праздник и завершаем самые невероятные авантюры. Веселимся. Если я вдруг пропадаю, он начинает нервничать и меня вызванивать. Если я и спят, у меня так иногда кажется, что он пренебрегает с ноги. Потому что вы для него, по сути, средство для реализации его потребностей. И не более того. Не более того. Ему больше не надо ничего. Вы даете ему все это нужно. И он не хочет. Он не хочет с вами вступать в более близкие отношения. А зачем? Зачем ему ответственность? Вы же не стимулируете его на эту ответственность? А без стимула мужчина делать ничего не будет? Когда он вдруг пропадает, мне становится не хорошо. Почему? Кто мечтал про любовную зависимость? Зачем? Ну, мечтали про любовную зависимость хорошо. И вам это как? Помогло? Много про надо меняться и становиться увереннее. И как? Меняетесь? Становитесь увереннее. Знаете, в чем вы не уверены? Или если человек сам не хочет, не заставишь? Хорошо. И как? Результат-то есть? Еще о том, что если он по-предему любит ту, которая ему изменила, ничего не сделаешь, он должен сам преодолевать свою травму. И если не преодолеет, не хочет. Но неужели реально тупик? Нет, не тупик. Просто у меня складывается ощущение, что вы два человека, которые каждый из которых пытается за счет другого реализовать свои желания. Вот как у меня это выглядит. Вам для чего-то нужен только этот мужчина. Почему-то только он нужен. Вы почему-то не отстаиваете свои личные границы и испытываете к нему эмоциональную привязку, которая пока не очень понятна, на чем основана. Он, в принципе, ведет себя так же. Вы вместо того, чтобы записаться на консультантную психологу и провести работу над собой, вы читаете литературу, которая предназначена не для клиентов, а для психологов. Понимаете? Поймите, без модели женского поведения, как вам сказал коллега, без стимулирования мужчины, без понимания того, чего вы хотите сами для себя и реализации этого, без фактора конкуренции для мужчины, с вашей стороны, ничего не будет. И без личных границ. Опять же, как сказал вам мой коллега, ничего не будет. И это все нужно делать вам. Почему вам? Потому что мужчина все устраивает. Ему все нравится, у него нет проблем. Он захотел интима, переспал с женщиной, на одну ночь встречку завел, все нормально. Захотел с вами, а был с вами, все хорошо. Очень может быть, что у него, у него уже есть к вам чувства. У него, скорее всего, есть к вам чувства. Потому что, ну, не было бы чувства, если с вами себя так не вел. Да, он боится признаться в этом сам себе. Да, это так. Это правда. Он боится. Так и есть. Но, 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 это мало что меняет. Именно для вас, именно для вас, это мало что меняет. Потому что вам в этой ситуации нужно думать в первую очередь о себе. Не о нем, а о себе. На кого, на что вы тратите свое время, свою энергию, свои силы. Которые, заметьте, вам никто не восполнит. Ну, просто в силу, в силу невосполнимости этих ресурсов, так сказать. Вот. Вот. Вот об этом я и рекомендую вам подумать. Об этом я и рекомендую вам промыслить. Вот. Никакого тупика нет. У мужчины нет стимула. Понимаете? У него нет стимула меняться. Просто напросто. Поэтому она и не меняется. Поэтому у него все вот так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.